Бутсы – это специальная обувь, предназначенная для игры в футбол и регби. Главным отличием от обычной обуви является наличие шипов на подошве. История футбольной обуви неотделима от истории футбола. Футбольные бутсы прошли длительный период своего развития, в процессе которого они превратились в сложное высокотехнологичное изделие. Первое упоминание о них относится к периоду правления английского короля Генриха VIII. Получив травму во время игры, Генрих VIII приказал своему личному сапожнику Корнелиусу Джонсону изготовить для него специальную обувь. Футбольные бутсы короля числились в списке его большого гардероба в 1526 году. К сожалению, они не сохранились до наших дней. В начале XIX века футболисты использовали тяжелую кожаную обувь с металлической вставкой в передней части и длинным шнурком. Такая обувь имела металлические шипы для устойчивости и увеличения сцепления с поверхностью. В 1863 году Футбольная ассоциация запретила использование такой обуви во избежание нанесения травм футболистам. В 1891 году были внесены изменения в футбольные правила, которые разрешали использование шипов при условии, что они были сделаны из кожи и не выступали больше, нежели полдюйма. Шипы круглой формы прибивались к подошве бутс. Это была уже специализированная обувь для футбола, и она существенно отличалась от обычных ботинок. С начала XX века и до окончания Второй мировой войны футбольные бутсы практически не изменялись. Начиная с 1925 года, производители начали использовать сменные шипы. В середине 1950-х годов настоящую революцию вызвали бутсы со сменными шипами на резьбе. Такие шипы можно было удобно и легко заменять, к тому же их начали изготавливать из материалов, лучше адаптированных к определенным погодным условиям. Но футбольные бутсы все еще оставались тяжелыми, с высоким покроем возле лодыжки для защиты от возможных травм. Производители футбольной обуви традиционно выпускали тяжелые бутсы с высоким покроем. Такой тип обуви оставался общепринятым на протяжении длительного периода времени в Северной Европе, поскольку футболистам часто приходилось играть на сырых, тяжелых футбольных полях. Более легкие бутсы с низким покроем набирали популярность на юге Европы и в Южной Америке, где поля для игры в футбол не были такими сырыми и тяжелыми для игры. 1960-е годы ознаменовались важным изменением в дизайне бутс. Повсеместное применение получили бутсы с низким покроем, огувь не прикрывала лодыжку. Такие изменения в дизайне позволили футболистам двигаться быстрее. Важное усовершенствование в дизайне и технологии футбольных бутс внесли братья Даслеры, которые начали производство футбольных бутс с шипами в 1925 году. Впоследствии братья основали две компании – Adidas и Puma. В 1990-х годах бывший футболист Ливерпуля Крейг Джонстон разработал революционную модель футбольной обуви Adidas Predator, которая обеспечивала хорошее сцепление, бутсы с поверхностью футбольного газона, качественный контакт бутса и футбольного мяча. Adidas Predator можно считать наиболее успешной моделью в истории футбольных бутс. В новом столетии стали популярными бутсы с монолитной подошвой и плоскими шипами, направленными в разные стороны. Такие футбольные бутсы максимально улучшают сцепление с поверхностью футбольного поля. Но увеличение количества травм игроков в последнее время связывают именно с использованием таких бутс. Ведущий футбольный клуб Англии Манчестер Юнайтед даже запретил игрокам их использование.